Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает в вечерней сводке Генштаб вооруженных сил Украины. На Копинском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Синьковки и Ивановки Харковской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Клещевки, Андреевки, Степового, Северного, Первомайского и Авдеевки Донецкой области. Силы обороны отразили все атаки. На шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у населенного пункта Старомайорская Донецкой области. На запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Работина, Запорожской области. Всего за прошедшие сутки на передовой произошло 71 боевое столкновение с россиянами. В частности, на Копинском направлении российские оккупанты понесли значительные потери, остановили активные действия и пытаются накапливать резервы, сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. А на Херсонском направлении у российских солдат упадническое настроение. На 205-я бригада российская, которая стоит на левом берегу Херсонской области, они заявили, что нам, как ни крути, но рано или поздно нам придется отсюда уйти. Решение принято. Даже российские отдельные паблики военные, они говорят, что тяжело удержаться, нет связи с российским командованием военных, что регулярные воинские подразделения не поддерживают мобилизированных, не поддерживают другие подразделения, где они находятся непонятно. В связи с большими потерями военной техники, Россия расконсервировала уже около 350 танков Т-80, сообщают осинтаналитики. Потери РФ по этим видам танков уже превысили их боеспособное количество до войны. Так, во время безуспешных попыток прорваться в Авдеевку, российская армия потеряла около 200 единиц бронетехники. Такие потери россиян связаны с сочетанием эффективности современного украинского ручного противотанкового оружия, мин неуправляемых боеприпасов, сброшенных с воздуха и высокоточных артиллерийских систем. Под Авдеевкой российское руководство продолжает демонстрировать готовность нести большие потери личного состава ради незначительных территориальных достижений. Из сообщения Министерства обороны Великобритании в социальной сети ИКС. А во временно оккупированном Крыму опять неспокойно оккупационные власти объявили тревогу в Севастополе, движение по Керченскому мосту перекрыли. Также издание Крым реалии подтвердило звуки взрывов в районе Керчи. По данным телеграм-каналов, на Керченском судостроительном заводе есть попадание в строящийся малый ракетный корабль «Каракурт». Общие же потери российской армии с 24 февраля прошлого года уже превысили 304 тысячи человек. За сутки были уничтожены 830 военных, 11 танков, 35 артиллерийских систем, 38 боевых бронированных машин и десятки другой техники России.